Правительство одобрило представленный Минфином проект бюджета на 2018-2020 годы. По утверждению премьера Дмитрия Медведева, бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств и поддержку отечественной экономики в полном объеме. Если исходить из того, что инфляция составит 4%, то мы имеем фактически сжимающийся бюджет. Львиная доля соцрасходов приходится на пенсии, образование и здравоохранение. По статье «Нацбезопасность и правоохранительная деятельность» расходы вырастут на 0,03 трлн рублей и составят 1,3 трлн рублей. По мнению многих экспертов, этот бюджет консервирует текущие негативные тенденции в экономике и никакого улучшения не предполагает. Некоторые эксперты утверждают, что впереди нас ждет еще один проверенный способ покрытия бюджетного дефицита – девальвация национальной валюты. Налоги правительства обещают не поднимать, зато увеличат в следующем году акции снотоплива на 1 рубль. Большая надежда в борьбе с бюджетным дефицитом Минфин возлагает на внешнее и внутреннее заимствование. Продолжение следует...